Девушки отдыхают Хочет работать с миротворцами Фиг его знает Так или иначе, это здание надо захватить Дабы Нам в дальнейшем Хуан или миротворцы Помогли в нахождении данных Насчет экспериментов в АГМ Так, опа Здание в НС Скоро мы туда придем Что-то намечает Так, погода похоже портится Ну ладно, ничего страшного Бынду А этот аванпост здесь был или они только сейчас это замутили? Если так, то быстро Телебашня в НС Вестибюль Блин, выглядит потрясно Причем это только вестибюль Электричество преобразило это место Но лифты все еще не работают Похоже, они обесточены Здание было отключено много лет, да? Стоит проверить оборудование Ты, блядь, не гений случаем Для этого и нужен отряд в темной зоне Они ищут электрощитовую в башне поменьше Что соединена с этой? Когда мои люди включат лифты Мы поднимемся и... Сука, бля Это Роу Свет снова погас Командование говорит Подстанция подключена Это должно быть здесь Леон, в главном зале темно Что у тебя? То же самое Мы снова в темноте Проклятье Живы уходите оттуда Слышишь, Леон? Мы все еще ищем Бросьте все Уходите, живо Леон, Леон! Сука, нужно к ним Я с тобой Они пошли по коридорам А и Б Я пойду по А Ты через студию звукозаписи Ага Хорошо А теперь нужно их вытащить Пока не стало слишком темно И будь осторожен Мертвецы нам не нужны Леон, держитесь Мы идем Все, что нам пофиг Ну ладно Сюда, Эйдон Это коридор Б Удачи Она понадобится? Вот, возьми Тебе это пригодится больше И что ты мне дал? Оружие, может, какое-то? А, усилитель иммунитета Ну ладно, спасибо Ух ты А, пустые, конечно Блин, манекен добранный напугал Рядом контейнер с ингибиторами А тут прыгуны Может, надо было мне ночью приходить? У меня, походу, надо было ночью О, мать О, мать Попробуем как-то пройти О, черт Черт, 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 черт Ну иди Вкусным же мясом пахнет Чего ты? Вот, блин Твою мать Ру Я в вестибюле Понял, не жди меня Эти суки меня отрезали Их больше двадцати Возвращаюсь в главный зал Ты должен попасть в подвал Через машинное отделение Считовая внизу И мне этих заваженных всех перебить надо Ну, поехали Где мой лук? Так Так Ладно, остальных добьем Чего? А Ой, блин Ужот Да, наверное Можно было и догадаться Что если это, блин Опасное место То сюда лучше идти ночью Игра-то не меняет время суток По сюжету Как ей надо Это от игрока зависит Не знаю как Но мимо прыгунов хоть прошел Хотя это еще не на конец Я думаю Это еще далеко не конец Ты ли он? Так написано На моем жетоне Где остальной отряд? Их убили Сраные летуны Так и заканчивается моя история Не говори так Есть еще выжившие? Смотрю ты оптимист Да Крис Смог вырваться Пошел туда Думаю Он отключил свет Верни электричество Только так можно запустить лифты Терминалы в подвале Которые соединяют обе башни Прошу Передай это письмо моей жене Она на корабле Тише Тише, Леон Ты сам отдашь его Побудь здесь Я найду Криса Ру, я знаю, что с энергией Я разберусь Соединю терминалы и восстановлю подачу Нашел кого-то из моих Только Леона Возможно, Криса Остальные Погибли Мне жаль Что ж Будь Осторожен Мы не можем потерять тебя Так У нас, друзья Тут отсылочка на Обитель зла Леон Крис Ну, понятно Наверное, я дальше не пройду Боюсь, что-то я вот такого Крис А, черт Ну, ладно Армейский жезон Криса Хорошо Покусит миром, Крис Редфилд Ру, я на месте Но электричества нет Сука Близ, сирена Проверь предохранители О, йо О, знакомый звук Когда зараженные ночью просыпаются Давай, давай, давай Пока новые не прилезли Держитесь на расстоянии двух метров от группы Закройте руки Не забывайте часто мыть руки Вирус может распространяться по лонку Через поверхности Или при прямом контакте Принимайте пить Вирус Как пробейте ее По температурам Выше 100 градусов по Цельсию Не межит Для безопасности вас И окружающих Пожалуйста Держитесь на расстоянии двух метров от других Закройте руки О, черт Давай Нет, стой, отмена Так, пока их там поджаривать Давай Последнюю Надо вырубить эту чертову сирену Давай, давай, давай Роу По-моему я все включил Возьми кабель в щитовой И уходи оттуда Надеюсь, работает Ладно Какой кабель-то Этот Подключаем Меня просто одаривают аптечками Ага Понятно Куда мне? Туда? Да Ну ладно Ох, нифига себе Сколько тут всего Сколько деталей Ну, взломаем Чего? Молот, пистолет? А Я думал Это арбалет Или какое-то Оружие В смысле? А, я понял Я понял Там же двери были Сейчас мы их откроем Как идеально Что вот Трос прям вот Тютелька в тютельку Вот хватает Для этих дверей Теперь возвращаемся Обратно Ясно Отпустить Трос проще Он за все зацепился Так, поехали Теперь должно Хватить По идее А, хватит Идеально Так, лифты работают Получилось Есть Тебе вручали медали? Никогда Я вырежу тебе одну Из картошки Нужно разбить Временный лагерь Жду тебя на восьмом этаже Хех Из картошки Ну ладно Так Так Где Леон? Мне жаль, Роу У него Не было шансов Тащиться сюда Было херово Идеей Хочу тебе подарить Кое-что За то, что ты сделал Для моих ребят Знаю Ты хотел им помочь Что это? Датчик приближения В ГМ Помечали важное оборудование Спецмаркерами Он тебе пригодится Когда все антенны заработают Сможешь использовать его Для поиска контейнеров Один Господь знает Что ждет нас на крыше Но ты будешь не один С тобой пойдут мои люди И сам лейтенант Роу Ты пойдешь? Мне надоело сидеть и слушать Как умирают мои люди Тогда пошли Мы ждем Мэтта Он принесет передатчик И будет наблюдать за операцией Так что у тебя есть время Отдохнуть Или посрать Но только за пределами лагеря Детектор ВГМ Новый инструмент Детектор ВГМ С помощью детектора ВГМ Можно обнаружить ингибиторы Спрятанные в ящиках ВГМ И прочих местах Чтобы расширить зону покрытия Детектор ВГМ И находить больше ингибиторов В активилете радиовышки Ааа Так вот для чего Не вот что там написано Активилете детектор ВГМ Ну понятно После активации радиовышки На вашей карте Появятся все контейнеры С ингибиторами В зоне покрытия ничошно так я стою чё на улице стемняло что не пойму ты что плачешь не было я отвали просто не хватает там прайс кстати теперь наверное похож можно к вам милости просим что думаешь об операции я боюсь сюда дошли значит дойдем до конца или умрем пытаясь отличные ботинки а блин спасибо я купил их на базаре по дешевке о нет зачем ты это сказал теперь он не угомонится он отдал за них свой нож миротворца а когда роу узнал об этом пришлось неделю драйд толканы но они того стоят я приметил там отличную куртку но я не мог ее себе позволить но за операцию я получу деньжат и смогу ее купить заткнуться не думал нам наплевать на твой гардероб ты завидуешь выглядишь как бич а я получаю пиздёнки ты про свою маму хаха 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 шутки про маму вечную да о чем вы займетесь когда все закончится своей женой марсией она вот вот родит Я на седьмом небе. Мы долго пытались зачать, и... Похоже, наконец-то что-то я сделал правильно. Видишь? А я уж думал, тебе придется просить кого-нибудь о помощи. Ха-ха-ха! Роу крутой мужик. Еще бы. Знаешь его историю? Ты видел его ожоги? Я был там, когда он бросился в горящую темную зону, чтобы спасти бойца. Да уж. Он бывает суровым, но... Далеко не многие готовы рисковать так, как он. В точку. А можете рассказать еще о Роу? Как они с Мэттом крупно повздорили? Да, это был ад. Взвод-101 получил приказ захватить городской склад. Думали, что там пусто, пока не вошли. Они включили фонари и осмотрелись. Потолок был странным, весь покрыт какими-то тряпками. А потом... Тряпки начали падать вниз. Это были опасные зараженные, умеющие цепляться за крыши и стены. Их там были сотни. Боже. Крики были слышны по всему городу. Да. Это кошмар. Но им отдали приказ удерживать позицию. Они не послушали. Убежали. По крайней мере, те, кто смог. После... Джек приказал их казнить. За дезертирство. Но Роу не стал выполнять приказ Джека. Сказал, что отправить их туда было ошибкой. Мы думали, что Джек пристрелит Роу за неподчинение. Ага. Но они, видимо, не пристрелил. Ладно. Пойду посплю. Минутку, господа. Особое угощение на ночь. Ух ты! Красава, лейтенант! За наших павших товарищей. За павших. И за прекрасных дам. Да и за твою жену не пьем! Держитесь, парни. Да, лейтенант. Бывало и хуже, да? Помните летунов в порту? И еще бы. Это была бойня. Да, и мы выкрутились. Скоро сможем рассказать нашим семьям еще бойку. Я прав? Конечно, сэр. Меня кое-что тревожит, Эйтен. Ренегаты. А что с ними? Они повсюду в городе. Как тараканы. Но здесь самая большая антенна. Стратегический объект. И ни одного ренегата. А в том, что они делают, нет смысла. Точно. Сначала кто-то включил свет. Неизвестно зачем. А пленный офицер ренегатов что-то промемлил про объект ВГМ, который они ищут. Тараборщина какая-то. Х-13 или как-то так. Я боюсь, что они что-то задумали. Х-13? Я уже слышал об этом месте. Да? Что ты слышал? Я знаю, что Вальс тоже его ищет. Не знаешь, где оно? Это должно быть важный объект ВГМ. Засекреченный и спрятанный. Когда покончим с этой мразью, выясним, что это, и первыми найдем его. Тебе нужно выспаться. Мы больше нравимся зараженным, когда свежее. Какая прекрасная мелодия. Сыграй еще что-нибудь. Я знаю, где мы можем найти несколько ценных старых книг. Главное здесь. Зайди в библиотеку. Далее все расскажешь. Мы от принес передатчик. Он у меня в кармане. Отлично, блин. Альберт, спасибо. Ты волшебным, вот просто идеальным образом звонишь в тот момент, когда у меня здесь сюжетка. О, господи, опять эта книга книголюбова. Да, миротворцы неплохие все-таки, ребята. Не то, что эти базарцы, уроды, сплошные. Ей-богу. Ну, x13 значит. Ага. Что эти друзья попахивают сталкером прям? x16, x18. Ну ладно. Эйден, ты отлично справляешься. А, мы стараемся. Да, Роу. У меня хорошие новости. Есть данные об одном из врачей ВГМ. Кто это? Где он? Нужно еще время. Сначала закончим здесь. Ваш отряд поднимется и прикрепит передатчик. Роу останется со мной внизу. Я с ними. Роу. Что, опять? У нас есть план. На хер план. Я пойду. Мы не знаем, что нас ждет наверху. На хер план? Я не собираюсь снова терять взвод, Мэтт. Только вернись живым. Понял? Да, сэр. Если вам что-то понадобится, я буду на связи. Все хорошо. За дело. Сэр, как вы? Идите. Эй, парни, хотите прикол? Нет, Вишбовский. Забей. Я отдам тебе последнюю пару чистых трусов, если избавишь нас от своих анекдотов. Спокойно, господа. Ух. Вишбовский, блядь. Простите, босс. Молчу. Ты не в теме, тупица. Нужно вот так. Командир, сэр, что происходит? Лифт встал. Опять перебои с электричеством. Мы над этим работаем. Ладно, парни. Быстро не починить, а времени нет. Дальше пешком. Вы на каком этаже? В тридцатом. Значит, до крыши еще пятьдесят. Так, ребят, слышали командира? Открывайте лифты и полезли. Вершбовске, разведай. Вершбовске, берегись. Похоже, чисто. Вершбовске! Твою мать! Это че за уроды? Вершбовске! Блять! Что? Где лук? Ну зашибись, какие-то бомбардиры появились, блин. Пошел нахер. Иди сюда, говно! Ты издеваешься! Ну сейчас сдохну. Сука! Иди сюда! Мрази! Черт! Блин! Столько погибло. Да ну нафиг, они все полегли. Проклятье! Капец. Бовский. Вершбовский. Капец, да его уж там вообще разорвал он на атомы. Джек, ты здесь? На нас напали. Выжил только я. Блять! А Роу? Не знаю. Не видел его. Эйден, передатчик был у Роу. Найди его. Это наш последний шанс. Нет времени на скорбь. Ищи Роу. Я пришлю помощь, как только заработать лифты. Сделаю, что смогу. Ну и куда мне? Найдите Роу, добудьте передачи. Как где он? Ай, сраный, зараженный. Ах, нет! Мы на тридцатом этаже, а топать надо еще пятьдесят. Это жесть. Фу, он еще жив. Эйден, ты выжил. Думал, тебе крышка. Хер из два. Ты выкарабкаешься, Роу. Держись. А, ну-ну. Передатчик. Мэтт сказал он у тебя. Да. Его нельзя терять, Эйден. Нельзя. Эйден. Боюсь, я не смогу наградить тебя обещанной медалью из картошки. Что? Хотите лишить меня почести, лейтенант? Заткнись. Вот. Наши жетоны. Моих ребят должны помнить. Если найдешь погибших, забери жетоны. Они это заслужили. Вот. Передатчик. О, господи, у него руки нет. Луан? Луан. Тут проблемы. Все миротворцы мертвы. Я предупреждала. Если тебя убьют, клянусь, я пойду туда. Найду способ тебя воскресить из мертвых, только чтобы самой убить. Давай без этого, ладно? Спускайся уже оттуда. Нет. Мне нужно подняться выше. Я поищу путь наверх. Хорошо. Я подожду. Ой, мне не нравятся эти звуки. Черт, я думал, Роуд все бы выживет. Блин. Упокойся с миром. О, блядь. Не пройди. Луан, я застрял. Помоги мне. Я за Фрэнком. Скорее. Найдите выход. И давай. Давай. Луан, не оставляй меня. Я думаю, ты дайда не будет и так быстро. Опять. Ну давайте, твари. По одному. Я вас клочья порву. За всех миротворцев. Эйден, Эйден. Фрэнк здесь. Точнее, то, что от него осталось. Эйден, где ты? Тридцатый этаж. Зараженные. Они взорвались. Блядь, парень. Я ж говорил. Фрэнк? Стой. Куда это ты? Он уже труп, Лаан. Прости. Там я потерял всех ночных бегунов. Не хочу проходить это снова. Он еще жив. Он там. И ему нужен ты. Кровь ему нужен. Вот что. Фрэнк, ты старая спившаяся сука. Почему бы тебе, блядь, наконец не взять себя в руки? Спасибо, блядь, за помощь. Эйден, там должно было остаться наше снаряжение в жахте лифта. Этажом или двумя выше. Снаряжение, ладно. Спасибо, блядь, взял себя в руки. Ух, сколько лута. Я не знаю, нахера я эту дерьмо взял. Лутация помогла. Хотя ничего хорошего в этом нет. Так, это я не открою, да? Как же мне выбраться-то отсюда? Как, как вылезти-то? А, здесь? И че? А, вот. Фрэнк, я нашел. Для чего оно? Это крюк с пусковой установкой. Чего? Он поможет забраться наверх. Прицелься туда, где можно зацепиться и стреляй. Попробуй с его помощью попасть на террасу. Доложи, когда заберешься. Ага. Аллилуйя, крюк-кошка, мать вашу. Новый инструмент ночного бегуна. Вы получили крюк-кошку, который позволит вам цепляться за различные предметы и упростить перемещение по городу. Крюк-кошку можно зацепить за любой объект, на котором появляется прицел крюка. Лучшие маршруты обозначены желтым цветом. Чтобы раскачиваться... Ой, извините. Чтобы раскачиваться на крюке, поместите его в ячейку быстрого доступа для дополнительного снаряжения. Прицелься, нажмите среднюю кнопку мыши. Но он у меня уже размещен. Опа. Класс. Да! Я Человек-паук! Ладно. Взломаем. Я с ним уже почти освоился. Конечно. Он простой, но спасет твою задницу. Куда теперь? Все туда же, Эйден, наверх. Поднимись на один уровень. А там, перейди в боковое крыло. В боковое крыло? В главном крыле полно зараженных. Вперед! Поднимись на несколько этажей. Понял тебя. Наверх. На самый верх. Только вперед. Хочешь представить, сколько главных крыльев зараженных. О, черт! Бежим, 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 бежим! Охренеть! Пошли нахер, уроды! Охренеть! Вот это высота! Охренеть! Охренеть! Жесть! Так, а куда мне? Куда мне, куда мне? Все отмечено. Давай! Нормально. Господи, 50 этажей. Вы представляете? Мне нужно как-то 50 этажей преодолеть. Обнаружен контейнер с ингибиторами. Вот и. Контейнер с ингибиторами. Прекрасно. Так, понятно. Идем в шахту лифта. Что у нас здесь? Кукри, вот, у блюдского качества. Ну, это вообще не по урону хуже. Ладно, идем наверх. О! Да. Выносливость. По-любому. Я на террасе. Отлично. Видишь закусочную? Ага. Она, кажется, крошечной. Отлично. Теперь открой свой параплан, прыгай и лети в рыбий глаз. Жду тебя там. Что? Пора положить конец этому безумию, Эйден. У тебя есть параплан. Убирайся оттуда, пока можешь. Фрэнк, мне нужно наверх. Ты обещал помочь. Там погибли более подготовленные люди. Я не хочу вести тебя на смерть. Фрэнк, я иду наверх. С тобой или без тебя. Ты слишком пьян, чтобы понять? Луан рассказала мне о твоей сестре. Она наверняка уже умерла. Но ты еще жив. И останешься жив, если спустишься вниз. Отъебись, Фрэнк. Разговор окончен. Я наверх. Как всегда за свое, блин. Эйден! Это я. Я не брошу тебя одного. Ты говоришь с мертвецом, Луан. Я иду к тебе. Жди меня. Ты что? Нет, Луан, не змей. Луан! А где ж ты была раньше-то? Боялась? Так, как мне наверх-то? Как мне наверх-наверх-наверх-наверх? Как мне наверх попасть? Давай, думай, думай. Зараза. Ну как? Нужно на кран. По-любому нужно на кран. А интересно, а что будет, если я вниз слечу? Так. Как же мне наверх-то? Блин. Заебись. Ага, во всеочию. Эйден! Это я. Я не брошу тебя одного. Ты говоришь с мертвецом, Луан. Я иду к тебе. Жди меня. Ты что? Нет, Луан, не змей. Луан! Генератор, блин. Надо было просто повернуть. Я дурак. Ну все понятно. Хоп! Давай! Есть! Вау! Вот это бассейн. Может, она и говорит с мертвецом, но мне плевать. Столько людей погибло для того, чтобы добраться до этой чертовой вершины этой башни. Это будет предательство, если я уйду. Ай, Фрэнк просто депрессивный урод. Думаешь, что у сестра мертва. Ну хрен там. Я уверен, что она еще жива. Может, он и прав, может, нет. Но нельзя сдаваться. Опа! Более подготовленные погибли, говоришь, Фрэнк? А я менее подготовленный и справлюсь. Ух! Так. Давай, цепляйся! Есть! Черт! Это обычно зараженные. Твою мать! Так. Держусь, Эйден. Держусь, прыгаю и карабкаюсь. Со всех сил. Оно того стоит, Эйден. Связь, это все. Блин, не то! А, у меня же не крюк, кошка. Надо переключить было. Связь, это все. Да-да-да. Давай! Отдыхаем. Поехали. Да, блин. Понял, выше. Давай! Возможно, эта серия будет у нас очень длинная. Ублюдок. Если с ней что-то случится, то это из-за тебя. Да. Это все ты виноват. Если хочешь, можешь идти на самоубийство. Но ее не втягивай. Я ее не просил. Свяжусь с ней и отговорю. Забудь. Она выключила рацию. Кажется, я слишком много ей наговорил и... Черт. К счастью, я предупредил, Мэн, и ее не пустят внутрь. Эй. В любом случае, я уже почти наверху. Даже если она доберется, все уже закончится. Ты... Ты где? На крыше здания? Ах ты, мать твою, ублюдок. А я не верил, что у тебя получится. Но черт, получилось. Вот именно. Все получится. Я дойду до этой странной вершины. Кстати, что ты хотел сделать? Радио новой надежды. Сообщение о мире и дружбе. Сплотить людей. Дать им надежду. Да, но в молодости я был безнадежным романтиком. Что тут скажешь? Радио новой надежды. Но мы его сделаем. Твоя мечта осуществится, я думаю. И надеюсь на это. Офигеть, у меня просто дыхание перехватывает. Как это круто! Весь город на ладони. Это потрясно. Это потрясно. Это великолепно. Просто не знаю, как еще выразить то, что сейчас происходит. Самое высокое здание Виллидора. Я на его вершине. Вперед! Так, стоп. Что-то не по плану. Черт. Твою мать. Ладно, блин. Что-то не вышло, я не знаю. Сейчас попробую по новой. Фу, еще раз. Как же мне. Вот так. Почти наверху. Давай, давай, давай. Так, стоп. Кажется, нашел маршрут. Давай. Так. Апт, нормально. Эйден, чтобы не говорили другие, у меня и правда был хороший план. Надежный план. Мы правда могли запустить этот передатчик. Да? Как? Башни раньше управляли военные. У меня есть передатчик, который может вклиниться в их сигнал и перебить их передачу. Нам нужно только активировать антенну сектора. Задача обновлена. Ладно. Подожди, мне сейчас выбор придется делать опять. Че радио подключать? Так, давай. Опа. Я у передатчика. Что дальше? Хорошо. Хорошо. Щелкни выключателем и готово. Сработало. Класс. Теперь слушай. Я тут подумал. Радио «Новые надежды» можно сделать. Но выбор за тобой. Хуан получит, что хочет, и скажет мне то, что хочу я. Как найти Мию и правду о ней. Иногда наш выбор значит больше, чем мы сами. Иногда наши поступки имеют значение. Я не пытаюсь тебя уговаривать. Ты включил передатчик. Так, решать тебе. Интеракция. Хуан. Передать контроль над передатчиком Фрэнку. Черт, кому? Что будет, если я Хуан-то передам? Он найдет вальца? Но я в любом его случае не найду. Фрэнк, а какая музыка тебе нравилась? Что? Интересно, какую музыку ты хочешь крутить на своем радио? Только не говори, что там будет одна болтовня. Я ведь могу передумать. Ах ты, ублюдок, я не могу поверить. Спасибо, Эйден. Я так тебе благодарен. Ты представить себе не можешь. Любую музыку, какую пожелаешь. Эйден, что-то не так. Мы не можем поймать сигнал. Людям эта антенна нужна больше, чем вам. Что? Эйден, что ты наделал? Скоро услышишь. Надеюсь, у Фрэнка все получится. Фрэнк? Ты отдал управление антенной этому алкашу? Поверить не могу. Я заберу ее у него, обещаю. Ах, удачно тебе залезть наверх. Эйден, а я думал, мы станем друзьями. Прости, Джек. Таков мой путь. Ну вот, поссорился с ним. Добрый день, Феллинор. Фрэнк вернулся, и у меня для вас потрясающие новости. В закусочной есть одеяло, еда и питьевая вода. Все нуждающиеся, обращайтесь к Николасу. Оставайтесь с нами, и я опять вернусь с посланием надежды. А пока, наслаждайтесь музыкой. Ты смог! Привет. И я тебе рад. Никогда так больше не делай! Это за что? Ты мой должник. Чуть подошвы не потеряла, пока к тебе добиралась. Ну, прости. Прости? Я уже думала, что буду твои кишки отскребать. А ты прости. Луан, невероятно. Ты переживала за меня? Заткнись. Я уже сказала. Ты мой должник. Кроссовкам конец. Я чувствую, как бетон царапает мне ноги. Мне нужна новая пара. Не так уж все плохо. Ты уверена, что у нас нет дел поважнее? Если бы меня волновал их внешний вид, я бы их давно выкинула. Я рискнула и выбрала сложный путь, чтобы скорее до тебя добраться. Но ветер снес меня в разбитый баннер. Ебаные шипы оказались еще хуже, чем выглядели. Это была моя последняя целая пара обуви, Эйден. Мои верные друзья в этом грязном, мстительном деле. Без них я... Так что, пошли. Хочешь купить новые кроссовки? Сейчас? Это что, шутка? Я выгляжу так, будто шучу? Луан, ты... Блин. Луан, переживать за кого-то, это не признак слабости. А куда мы идем? Сомневаюсь, что в этом районе много открытых обувных. Есть одно место. Возможно, там еще остались мои старые вещи. Думал, твои вещи в рыбьем глазе. Но идем мы явно не туда. Заткнись и не отставай. Да, сереб затянулась. А, или... Все? Ладно, друзья. Жесть, это была просто охренеть напряженная серия. Ладно, все. Надо прерываться, серия пипец затянулась. Встретимся с вами уже в следующей части, где продолжим проходить сюжет Дайлайн 2 Stay Human. Надеюсь, что вам это понравилось. Если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями, оставляйте комментарии. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Скоро увидимся. Пока! Добро пожаловать в... В рай. Ты знаешь девочку по имени Мия? Мия? Нет. Кто это? Моя сестра. Нет, не его! Хваль забрал ее много лет назад. От него ее у меня. А теперь я хочу, чтобы он сказал, где она сейчас. Но такая информация дорого стоит. Слабые. Просто сдаются. Отвлеки их! Им на все плевать. Плевать на жизнь, а про тебя? Тебе не плевать? Отпусти его! Двидись, а он умрет! Отпусти его! От имени всех местных шлюх, бандитов и придурков, я нарекаю тебя гражданином Велидора. И именем закона ты приговоришься в смертной казни, как предатель. Иногда. Чтобы оснащить человека, можно стать монстром. Ты мучаешь нас! Причиняешь мне боль! Ничто нас не разделит. К чёрту план, мы не знаем, что там. Ты ничего не понимаешь. Меня! Эйден! Мальчик притворяется взрослым. Сынный, маленький. Мальчик.